Друзья, приветствую! Приехал в Казань, вот только что зарегистрировался на соревнования, послезавтра тут лови на Ironman. И сейчас хочу с вами пообщаться. Такую короткую мысль донести про инвестирование. Что если ты инвестируешь, то куда-то деньги вкладываешь, то ты можешь потерять деньги. Но если ты не инвестируешь, ты гарантированно потеряешь деньги. Ты гарантированно будешь постоянно терять то, что накопил, то что как-то отложил. Почему это происходит? Вот давайте разберем, что важно. Есть несколько механизмов, как может государство забирать деньги у населения. Один механизм это налоги. То есть собираются налоги, соответственно пускаются на какие-то общие нужды государства, народа. И поднимать налоги, то есть собирать больше денег, это всегда очень проблемно, потому что люди это сразу видят. Им это сразу начинаются какие-то волнения, возмущения, поэтому это такой сложный способ. Его тоже применяют. Вы, наверное, знаете, что МДС недавно там поднялись с 18 до 20 процентов, еще кое-что. Но это делается, но аккуратно. Тем не менее, это первый механизм. То есть у вас будут забирать деньги в виде налогов различного типа на доходы, на имущество и так далее. Второй вид это инфляция. То есть государство регулярно печатает деньги, допечатывает их и, соответственно, обесценивает те деньги, которые накопились у населения. Поэтому, если вы просто копите деньги, потихонечку накапливаете там где-то на счету, на депозите, либо под подушкой, там где-нибудь в банке копите рубли, доллары или евро, то надо понимать, что это у вас будет гарантированно съедаться все быстрее и быстрее инфляции. Третий механизм, который не столь очевиден, это кризисы. То есть кризисы, посмотрите, у нас они происходят с невероятной регулярностью. 91-й год, 98-й год, 2008-й, 2014-й, соответственно, в среднем 6-8 лет проходят между кризисами. И потом бац, резко внутренняя валюта рубля обесценилась, соответственно, у людей было, вы накопили там миллион рублей, у вас осталось 500 тысяч. То есть номинальный он миллион, но по покупательской способности это уже 500 тысяч рублей. Поскольку это происходит с завидной регулярностью, то тоже надо понимать, что скорее всего, если это несколько десятилетий уже продолжалось, скорее всего оно вот так и продолжится. Поскольку экономика имеет инерцию, очень вряд ли бац и все тут вдруг резко поменяется как-то. Поэтому это еще один механизм, который, если ты не инвестируешь деньги, не заставляешь их работать более выгодно, нежели вот все вот эти механизмы, которые вокруг происходят, то надо понимать, что ваши деньги будут с каждым днем, с каждым месяцем, неделей и годом все сжиматься, сжиматься, сжиматься. Поэтому либо вы должны очень быстро бежать, очень много откладывать постоянно, либо просто учиться более эффективно распоряжаться вашими ресурсами, заставлять деньги работать на вас. Напишите, пожалуйста, вот как вы считаете, согласны ли вы с этой идеей, что если ты инвестируешь деньги, ты можешь их потерять, но если ты не инвестируешь, не заставляешь деньги работать на себя, ты будешь терять их постоянно и гарантированно. Согласны ли с этим или нет?